здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня речь пойдет исключительно о реанимашках я хочу рассказать какие результаты я добилась как у меня все это получилось и что я для этого делала начнем с этой первой реанимашки которую новая он не хочу попробовать ее возродить жизнь я ее поместила в такую колбочку внизу керамзит и немножко воды влажность вот видно всем 50 55 градусов процентов температура в комнате 22 это орхидейка сейчас вам достану покажу я ее взяла в магазине по очень смешной цене там буквально символическую цену за нее взяли с меня ничего такого не взяли короче как подарок той орхидейки которую я заранее купила вот так можно сказать потому что у нее были все желтые листики а этот посмотрите какой сморщенный некрасивый замученный но я попытаюсь нею вырастить орхидейку если получится я вам покажу смотрите какой он желтый бедный но он немножко пришел у меня в себя он один день постоял я вчера это было в магазине и он немножко пришел в себя немножко набрал тургор что буду с ним сегодня делать у меня был эксперимент я вырастил орхидейку из такого листика правда он был чисто зелененький тоже все отпало главное чтобы была вот эта вот часть удлиненная не просто листочек а видите вон как закругленный в серединку как вроде бы еще хотят оттуда выходить листочки и тогда у вас все получится а если просто листочек ну такой отдельно стоящий тогда конечно не получится нужно самый внутренний листочек все листочки отпали вот гниль прекратилась сейчас наведу остановилась вроде бы но будем надеяться он чернота еще есть немножко ну хочу попробовать с этой орхидейки что-то вырастить может быть получится но я считаю думаю что получится уверенно должна быть если человек не уверен то тогда и не получается что я делала в прошлый раз у меня была такая же орхидеечка и я брала препарат hb101 я его всегда во всем применяю моих реанимашках я ним только и пользуюсь и чистым препаратом я капала одну капельку на саму орхидей кует видите одна капелька и желательно ее слегка размазать часы кисточку возьму вот смотрите беру кисточку и эту одну капельку по всей по всему периметру по кругу можно сказать размажу шейку считайте тоже будущая шейка можно и здесь кончик можно и сам листочек так как кисточка влажная на ней наверняка немножко осталось и все и погружаю я в эту мини тепличку термометр я вынимать не буду так чтобы я могла смотреть сколько влажность сколько чего не это нужно вот таким образом видите кончик до керамзита влажного не достает а здесь и на всякий случай поставила пластиковую крышку для того чтобы когда налью воды предохранять от сильной мокроты и ставлю не на окно а на стол на тумбочку у меня вот так вот стоит она теперь покажу вам орхидейку которая выросла из одного листика который я делаю эксперимент смотрите вот это орхидейка выросла из одного листочка вот этот один листочек на ней был видите но он не желтый как в том случае в моем он был зелененький точно так же как я вам сейчас показывала как я буду выращивать я этот листочек возрождала жизнь корней у нее не было вообще никаких они тоже как бы пропали пожелтели листики и остался один с таким как стволиком немножко серединке ничего не было это сейчас вот пустился корешочек почему я вам снимаю видео хочу похвастаться корешочек пошел в рост корней у нее там никаких еще нету а листики она уже нарастила а сейчас пошел корешочек значит будет жить точно ура посмотрите она нарастила три листочка вот эти не имея вообще кореш очков кореш очков у нее не было посмотреть один какой листочек большой второй и маленький пошел в рост а был только вот этот один поэтому я вам всем рассказываю что есть возможность вырастить орхидейку из одного листочка это я хочу попробовать второй раз эксперимент с немножко хуже листочком ну попробуем интересно же ну вот результат то что получилось видите это темная орхидейка такая аж черненькая должно быть она когда я покупала она была с листьями а принесла домой она даже недельку не простояла скинула все листочки пошла гниль я кончик лечила максимом смазала подсушивала и вот результат пошли расти листья но это где-то прошло полгода не меньше и вот только недавно я заметила пошел корешочек хорошо что не цветоноса корешочек нападет силу и будет у нее все хорошо и замечательно а эту орхидейку я купила вместе с тем листочком которыми вам показывала который мне дали в подарок я ее поместила в тепличку так как у нее тургор слабенький она была в амхе азиатская мелкие там были беленьким она цветет и посмотрите какая-то орхидейка была в азиатском завозе она в амхе росла хочу показать ее состояние в каком состоянии я купила она как реанимашка шла ну уцененная видите листочек сильно сморщенный влаги ему сильно не хватало этот тоже не очень эти два вроде бы молоденькие но они очень вял и корни корни вот неплохие один только в этот хороший в общем пока я с ней ничего делать не буду помещаю ее тепличку на дне грамм очка воды только для того чтобы поддерживать влажность и накрываю пластиковым стаканчик вот такая мини тепличка и моя орхидейка будет стоять пару дней пока не приобретет тургор листиков сейчас покажу орхидейку которую я купила месяц назад и поставила ее в мох и и посмотрим результат я не доставала листики не протирала этот листик виде как вырос хорошо глянцевый хороший листочек плотные листики хочу ее сейчас достать посмотреть что у нее там происходит она была тоже без корней вот смотрите что происходит на данный момент моя орхидейка вот так себя чувствует корешочек один пустила старые корни засушила этот корешочек выпустила хороший надо его чуть-чуть полить а вот листик придется наверное снять он и вялый и треснувший и нужно обработать вот эту шеечку наверно придется максимом мазать эти или обрезать ее но вроде бы как сухая полностью вот до этого места но абсолютно сухая пускай она еще немножко побудет вам хея но вам хея на себя неплохо чувствует этот орхидейка листик такой хороший нарастил живенький мох у меня из лесу просто погрузила ее на дне немножко керамзита вот здесь это двойной горшочек внизу водичка то есть влажность поддерживается за счет водички теперь хочу вам показать вот эту орхидейку смотрите это реанимашка я ее оставила в пластиковом стаканчике вам хея мох на дне и больше ничего и она свой цветонос решила дорастить и смотрите сколько выпустила много бульбочек цветочков но силы у нее не оказалось и что она вытворила сейчас покажу смотрите она решила засушить этот цветонос видите корешочки покажу вам какие корни у нее но очень слабенькая я ее купила тоже по цене смешной ну корни ведь и никакие и поэтому она не выдержала такой нагрузки и придется ей обрезать этот цветонос так как тянет силы в цветонос она не может его вытянуть сейчас мы его обрежем для начала обработаем инструмента как как орхидейкой так болезненном состоянии возьмем ваточку вот спирт я беру я люблю спиртом протирать или спиртовыми салфетками и обрабатываем инструмент намочили ваточку и начинаем обработать секатор где-то свой поставила в данный момент не сильно и нужен не надо мелких работ и пинцетик обработаю вдруг пригодится принцетик все после обработки инструмента хочу отрезать вот этот цветоносик чтобы она и так не имея сил своих тянет силы на этот цветонос выбираем крепление палочку и теперь у самого основания обрезаю цветонос этот цветонос я выбрасывать не буду помещу его водичку обрежу его вот так наверное так как он там начал желтеть и поставлю водичку пускаем себе может быть распустить цветочки вазочку просто так теперь хочу немного обработать эти корни смотрите вот этот корешок наверное я обрежу этот корешок я обрежу у самого основания так как вот посмотрите внимательно вот здесь у основания где пустая те же вот эти черная витя и его желательно срезать полностью вот этот корешок срежем так как он переломан и перегнуты этот хороший здесь мне черная не нравится вот это артем смотри смотри мирно и здесь подрежу не видно камеру покажу каком месте я подрежу он там перегнуты немного все больше ничего срезать не буду смотрим что можно еще обрезать вот орхидейки больше обрезать ничего не будем так как шейка здесь высохла в дальнейшем я ее обрежу полностью под самую свежую шеечку вот эту часть и вот этот корешочек по обрезать но пока его резать не буду так как он зелененький мощненький вот смотрите хорошая новость орхидейка посмотрите пускает зачаток нового корня пузырёчек такой папа появился это уже хорошая новость и еще она опускает в новый листочек значит вот эти все корни они придут в негодность они постепенно засохнут я вам покажу на другой орхидейки почему они засохнут и вы поймете сами и она начнет выпускать новые корешочки но сначала она пускает новый листочек сейчас я с ней проведу такую процедурку это все выбросим смотрите беру такую баночку с от духов налила туда водичку отстоянную и капну одну капельку препарата hb101 вот одна капелька больше не надо теперь закручиваем баночку и чтобы не мазать кисточкой я обработаю корешочки таким образом все видите они уже в препарате этот препарат замечательный это стимулятор роста натуральный виталайзер натуральный препарат и помещу к этой орхидейки которая растет во мху в горшочке вот так это двойной горшочек поэтому я ставлю рядышком не боясь и места хватит мхом обернула корешочки и две орхидеечки будут стоять у меня в таком двойном горшочке потом я протруем листочки это все будет позже на камеру это делать не буду и через время покажу что произойдет с этими реанимашками и покажу вам самую главную реанимашку сейчас я уберу немного смотрите как реанимашечка моя пустилась в рост сколько нарастила она корешочков это было видео летом я снимала орхидейка называется black стрит с на горшочки было написано я всем показывала я купила ее очень пересохшую она нарастила сейчас покажу листочки вот вот этот листочек вырос дома и вот этот два листочка выросла и и посмотрите какая у нее корневая старые корни с которыми я купила они он полностью все засохли а молоденькие вот сколько она пустила корней я ее сразу же в первый день когда принесла засохшую поместила в препарат hb101 такая мисочка большая была вместе все с листиками тушилистики были вяленькие и она вот пришла в себя а поместила ее в горшочек двойной и просто подсыпала керамзитом керамзита даже не поверх насыпала слегка так чтобы на держалась пол горшочка и внизу все время вода у меня это настояла на солнышке и позеленел горшочек и вот видите какой результат так что не бойтесь покупать реанимашки они приходят в себя у них все хорошо я ее тоже обрабатываю вот так препаратом hb101 шеечку листики я не прыскаю я боюсь гнили вдруг в пазух попадет а корешочки раз в месяц вот так иногда опрыскиваю больше не надо этого и достаточно видите какой результат потом при пересадке когда ее буду пересаживать эти корни которые пришли в негодность с которыми я их купила обрежу сухие а молодые корешочки пересадим так поместим в горшочек немножко лопнул видите когда двигалась место на место но я считаю она хорошо себя чувствует пришла в себя новый листочек и еще один третий не пустила два листочка так у нее хорошие смотрите один два три четыре пять шестой листочек очень хорошо на себя чувствует листики твердые упругие значит у нее все будет хорошо будем ждать от нее цветы цвете